Он спасает от холода, питает энергией и, как в холодильнике, сохраняет полезные витамины. Большинство людей пытается от него избавиться, но жить без него невозможно и даже смертельно опасно. Меня зовут Дарья Эдемилер и сегодня ближе к телу – жир. В этом выпуске мы узнаем, почему жир больше необходим женщинам, чем мужчинам, как питаться, чтобы избежать ожирений, можно ли худым злоупотреблять жирной пищей. Жировая прослойка – необходимая часть любого здорового организма. Благодаря жиру в нашем теле вырабатываются необходимые гормоны, правильно работает эндокринная и иммунная системы. У здоровых мужчин процент жира – 22% от веса, у женщин этот показатель выше – 28%. Вообще женский организм не может правильно работать без жира, при его недостатке серьезно нарушается гормональный фон. Итогом может стать даже бесплодие. Причем с годами важность жира для дам только возрастает. Как только у женщины снижается количество эстрогенов, и это 40 лет уже начинает снижаться, то жир подменяет функцию яичников. То есть из жира синтезируются эстрогены, женские половые гормоны. И, к сожалению, как начинают угасать яичники, приходит вот этот жир живота, или его называют условно спасательный круг. То есть из него какое-то время начинают вырабатываться эстрогены. И когда женщина вступает в период менопаузы, плюс 5 килограммов веса – это заложено природой. Но, как правило, на этом не останавливаются. Как правило, вес идет и дальше. Знакомьтесь, это Ольга. Девушке 34 года. Она работает мастером маникюра. На 170 сантиметров роста у нее чуть больше 70 килограммов веса. Выглядит она как героиня картины Бориса Кустадеева. Настоящая купчиха. Румяная, с покатыми плечами и пышущая здоровьем. Сама Ольга называет себя фигуристой. В своем теле чувствует себя комфортно. Около года я пристала вставать, наверное, на весы. С чем это связано? Я не знаю, может быть, я мудрее, взрослее. То есть у меня нет паники такой, что я встала на весы, плюс килограмм, и, боже, что делать. Нет, у меня такого уже нету давно. Дожирение Ольги, конечно, далеко. Чтобы понять это, не нужно быть медиком. Существует таблица, по которой можно определить индекс массы тела. А еще его можно посчитать самим. Формула несложная. Массу в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. У Ольги показатель 24,2. Это в пределах нормы. Сейчас говорится о том, что есть метаболически здоровое ожирение и метаболически нездоровое ожирение. Что это такое? Это когда в молодом возрасте есть избыточная масса тела, ожирение, но нет последствий. Таких как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, артрозы различные и так далее. То есть он еще не дал негативные последствия. Поэтому это метаболически здоровое называется ожирение. Но с течением времени она переходит в метаболически нездоровое, которое тянет за собой как раз целый веер проблем. Но проблемы со здоровьем у Ольги появились не из-за лишнего веса, а из-за его недостатка. Я сильно похудела, то есть у меня был гормональный сбой. И видимо как-то распределилось, я не знаю даже как правильно там вызвать как-то нервную, может, систему в моем организме. Но в общем я стала мерзнуть. У меня стали мерзнуть ноги, руки, шеи. Я стала больше закутываться в одежду. Потом, естественно, я набрала свой вес. Но вот это чувство холода, оно всегда со мной осталось. И это вот уже, видимо, никак не исправит. Особенности телосложения обусловлены генами. Тех, кого мы считаем худыми, врачи называют астениками. Стройных относят к нормастеническому типу. А тех, у кого что называется широкая кость, гиперстениками. Но генетика это лишь полдела. Количество жира на боках напрямую зависит от образа жизни. Рацион питания наш крайне изменился за последние 100-150 лет. Рацион человека в целом. Если говорить о начале прошлого века, мы с вами знаем о том, что Россия была сельскохозяйственной страной. Конечно, это тяжелый физический труд. И достаточно была пища жирная. На сегодняшний день жизнь человека очень изменилась. Мы стали меньше двигаться, меньше физического труда, преимущественно интеллектуально. Поэтому потребностей в таком количестве жиров у нас просто нет. Из-за неправильного питания Алтайский край выбился в абсолютные лидеры по количеству пациентов с диагнозом ожирения. Особенно врачи беспокоят, что от лишнего веса все чаще страдают дети. Детская полнота очень коварна. Если ребенком вы были пухленьким на радость бабушкам, то сейчас, вероятнее всего, очень легко набираете лишний вес. До 15 лет в организме человека формируются жировые клетки. И если потом он решает похудеть, то жир из них уходит, как вода из этой губки. Но место под жир остается. И детям, и взрослым важно следить за своим весом. Правильное питание способно предотвратить 65% возможных заболеваний. Для этого в большинстве случаев достаточно лишь соблюдать несколько принципов питания. Первый. Энергетическая равновесие. Сколько калорий съели, столько нужно и потратить. За одно мороженое придется 40 минут походить или 10 минут побегать. Далее сбалансированность. Еда должна быть разной. 15% белков, 30 жиров и до 70 углеводов. Идеальный завтрак, к примеру, это творог, фрукты и чай без сахара. Третий принцип ограничения насыщенных жиров. Колбасу, сливочное масло, чипсы, фастфуд и майонез лучше есть только по праздникам. А жирное мясо можно заменить рыбой, бобовыми или мясом птицы. Следующие принципы – отказ от жареной и сильно соленой еды. Вместо жарки блюда можно тушить или готовить на пару. За уменьшение соли в рационе вас поблагодарит сердце. А за отказ от сахара еще и зубы. Также нельзя забывать о клетчатке и есть не менее 500 граммов фруктов и овощей в день. Помните о нежирных молочных продуктах, ведь это основной источник кальция и белка. И, наконец, не забывайте, что вода важнее, чем еда. Она помогает в терморегуляции и доставляет в организм витамины и минералы. В сутки на килограмм веса необходимо выпивать 30 миллилитров воды. Понять, есть ли у вас лишний жир, несложно. Нужно просто измерить обхват талии. У женщин он должен быть не более 80 сантиметров, а у мужчин не превышать 94. Если показатели неутешительные, то дорога вам в фитнес-зал. Лишний вес может спровоцировать неизлечимые, часто смертельно опасные диагнозы. Ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, подагру. Оставить можно только жирок на бедрах, говорят врачи. Оставляем жир бедер. Это оставляем, потому что он гормонально неактивный. И, ну, это, так скажем, на любителя нравится, там большие бедра не нравятся, но он не несет опасности для здоровья, так скажем, в глобальном масштабе. И он не приведет к летальному исходу. А вот жир живота, то есть основной у нас это жир живота. Направлено все на живот. Оттуда именно нужно убирать этот жир, используя различные методики физических нагрузок, диета-терапию, другие, прессотерапию. Ну, то есть различные методы, чтобы уменьшилось именно жир живота. Висцеральный жир он называется. Чтобы его согнать, сжечь, потребуется намного больше усилий, нежели вот жировую прослойку между мышцами и кожей. То есть здесь нужен очень хороший баланс. Не очень хороший, здесь нужен грамотный баланс питания, который нужен, подобран профессиональным тренером, или диетологом, опять же. И тренировочный процесс. Тренировочный процесс здесь строится должен, так скажем, несколькими типами. Есть силовые нагрузки, которые нужны будет, не исключать. И обязательно кардио. Во время занятий важно помнить, что жир легче, чем мышцы, поэтому цифра на весах может практически не меняться. За неделю человек способен потерять максимум 700 калорий. Поэтому для более эффективного похудения обязательно диета. Но здесь главное не перестараться. Полный отказ от жира не поможет, а только навредит. Ну, помимо того, что жиры обладают энергетической функцией, они еще являются, обладают пластической функцией. То есть ряд наших гормонов, это эстрогены, андрогены, они имеют стероидную структуру, и для их синтеза необходимы жиры. Поэтому крайне неверным считается на сегодняшний день это безжировые диеты. Наша следующая героиня – Виктория. Никогда не сидела на диете, а в тренажерный зал пошла, чтобы набрать вес, а не сбросить его. Я была очень худая. Ну, недостаток веса у меня был. Вес максимально был 43, было даже 40 килограмм. И это уже когда у меня их двое было. И вот когда третьего родила, ну, там он уже подрос. И как-то вот, не знаю, я зарегистрировалась в Инстаграме и как-то случайно наткнулась на всяких вот как раз бикинисток. И у них там, естественно, фотографии, какие они были до, какие после, что. И я так прям резко собралась и пошла в зал. Виктории 41 год. В спорт она пришла в 2015 году. С тех пор завоевала 7 медалей. Последние, самые значимые победы были в номинациях «Модельный фитнес» и «Фитнес-мама» на Кубке России по бодифитнесу. Теперь девушка весит 49 килограммов и чувствует себя более здоровой. Когда спортом не занималась, у меня были какие-то постоянно головные боли. Вот типа мигрень, не мигрень, что там до тошноты прям. Вот аж я ложилась и не могла. Это вот когда как раз дети еще маленькие были, все там плохо. Я начала в зал ходить, то есть, ну, абсолютно вот прошло вот это все. Никаких головных болей, там, простудными реже стало болеть, само собой. Но, несмотря на идеальные формы, Виктория все равно не злоупотребляет вредной пищей. Даже спортивную фигуру может испортить жир. И тогда, возможно, спасать здоровье придется более радикальными способами. Тут важен солевой баланс, поэтому лучший жир для мыла человеческий. Постой, что тут такое? Липосекционная клиника. Я очень люблю вкусное сало. При моем росте в 180 сантиметров и весе в 58 килограммов эта слабость вполне оправдана и даже законна, если сочетать ее с суточной нормой воды в объеме почти 2 литра и получасовой физической нагрузкой. Меня зовут Дарья Эйдемиллер, и сегодня ближе к телу был вредный и полезный жир. Увидимся! 2000 квадратов для новых спортивных побед открылись в торговом центре «Пионер». Самый большой зал сети тренажерных залов «Рельеф» ждет своих посетителей и здесь вам помогут в коррекции фигуры или увеличении силы для каждого клиента бесплатной консультации от тренеров-чемпионов. По месту расположения для меня этот зал более удобен, и мне, в принципе, нравится отношение тренировки команды «Рельеф» с клиентом, который занимается у них в залах, поэтому я выбираю «Рельеф». из-за низких цен, из-за удобства расположения, ну, естественно, что тренера, то есть все здесь более отзывчивые, да, то есть хотят именно на результат работать. Отзывчивый персонал, доступная цена, и расположен во всех местах, близость. Это самый лучший зал, который я знаю, потому что это сила, это круто, это мощь. В октябре «Рельефу» исполняется 13 лет. В трех городах Алтайского края, Варнауле, Новоалтайске и Заринске уже работают 20 таких же комфортных мест для спорта. «Рельеф» – выбор сильнейших. Сделай свой выбор и ты. Редактор субтитров А.Семкин